Российский офис Hyundai на итоговой пресс-конференции заявил, что все поставленные в 2019 году цели достигнуты. Российские дилеры передали клиентам порядка 181 тысячи машин. Всего же с конвейера петербургского завода, работающего в три смены, сошло около 240 тысяч автомобилей. Самыми важными событиями для Hyundai стали выведение на рынок новой Sonata, N-бренда во главе с заряженным хэтчбэком i30N, а также запуск двух сервисов – бронирование автомобиля перед покупкой и долгосрочной аренды. Мы на следующий год задачу удержать, то есть мы не видим роста рынка и по рынку, и по нам. То есть наша цель следующего года где-то тоже доля 10%, 10,5% от рынка 1,7-1,75, то есть по сути дела диапазон 180 тысяч, он сохраняется для нас в качестве целевого. Поддержать покупательский интерес корейцы намерены запуском нескольких новинок. Так в 2020 году мы увидим обновленную Крету, Тусан в новом исполнении N-Line, семиместный Пейлесейд и следующую Элантру. Но прежде всего – рестайлинговый Солярис. К слову, последний в обозримом будущем может также получить битопливную модификацию. Если мы договоримся относительно плана к развитию инфраструктуры, мы, имея уже опыт установки битопливной системы на наш Солярис, сейчас просто идут тесты, мы действительно работаем, мы сможем тогда говорить о какой-то серьезном выходе на рынок. Порадует новинкой и родственный бренд Genesis. Во второй половине года в продажу поступит первый в истории марки кроссовер GV80.